Чуваши и Индия. Перезагрузка отношений. Накануне в посольстве этого государства республика презентовала свой инвестиционный потенциал. На смотрины к зарубежным гостям в Москву отправились руководители заводов, предприниматели и артисты. Машиностроение, легкая промышленность, культура. Представители обеих сторон в будущем планируют наладить сотрудничество именно в этих отраслях. Первая встреча бизнес-миссии прошла удачно. Открывали ее премьер-министр Чуваши и индийский посол. С подробностями Дмитрий Ковалев. Индия и Чувашия давние партнеры. Рекордная сумма внешнеторгового оборота более 230 тысяч долларов. Этого абсолютного предела удалось достичь 4 года назад. Сейчас зарубеж экспортируется в два раза меньше товаров, но вернуть былое. Партнеры все-таки рассчитывают. Есть интерес и наши предприятия участвуют не единожды в выставках, которые проходили в Индии. И мы видим, как серьезно развивается ваша страна. И, соответственно, надеемся, что будем взаимно полезны друг к другу. О Чувашии индийский посол знает не понаслышке. В последний раз Аджай Малхотра приезжал сюда в ноябре прошлого года. Именно тогда удалось договориться о масштабной презентации региона в Москве. Сейчас важно познакомить предпринимателей обеих республик. Укрепить двухсторонние связи удастся, уверенные чувашские и индийские представители. Были визиты предпринимателей Чувашии и министерства республику Индия. Мы принимали участие в выставках, которые проводились в республике Индия. Я надеюсь, что все эти контакты сегодня будут усилены, и мы с вами в дальнейшем получим положительные результаты. Шесть лет назад делегация Чувашии уже встречалась с деловыми кругами Индии. Тогда за рубеж приехали руководители крупнейших заводов республики. Последовал и ответный визит. В 2009 году индийские бизнесмены приняли участие в Чебоксарском экономическом форуме. Пик экспорта и импорта между партнерами пришелся именно на этот период. Но и сейчас в сфере торговли наметились хорошие перспективы. Экономика Индии в последние годы развивается планомерно. Без сбоев на протяжении последних 10 лет с темпами примерно 5-7% в год с ростом. Это означает, что там возникают новые производства и новый спрос на новую технологическую продукцию. Я надеюсь, что наши предприятия в том числе смогут приложить свои или услуги, или свою продукцию для этого сотрудничества. Пока в Индию свои товары экспортируют только крупные заводы. Но предприниматели с той и с другой стороны ищут новые ниши. В ближайшее время зарубежные партнеры планируют заключить договоры на поставку бульдозеров, химической продукции и ткацких станков. В Индии спрос на это оборудование большой. В стране работает много текстильных предприятий. Товарооборот между республиками возможно увеличить в разы. В перспективе можно где-то 30-40 миллионов долларов в году. Это совсем реально. И если все найдут хорошие партнеры, даже больше. Экспортировать в Индию свои товары планируют и малые предприятия. Предложить чуваши есть что. Сам чрезвычанный и полномочный посол попросил увеличить поставки чебоксарских конфет. В их стране эта продукция пользуется большим спросом. Налаживать рассчитывают и культурные связи. Возможно, что в республику в ближайшее время из-за рубежа приедут известные певцы и музыканты. С индийской культурой жители Чувашии на протяжении 7 лет знакомят в одном из выставочных центров. Сюда уже приглашали артистов Болливуда. Организовывали масштабные выставки и мастер-классы по танцам. За несколько дней до презентации здесь провели конкурс детских рисунков. На суд жюри поступило более 400 работ. Самые лучшие привезли в посольство. Индия очень интересная страна. И мне кажется, нас очень многое объединяет. Многое есть исходного в наших культурах, в танцах, в языке. Прямо на сцене посольства Чувашские артисты познакомили бизнес-элиту с национальными обычаями. Вот так в старину местные жители отбивали ткань для вышивки. Сделать это также искусно попробовали и иностранные гости. Последний штрих презентации – индийский танец Катхак. Возможно, что чебоксарцы в скором времени увидят его воочию. От подобных встреч ждут большой эффект. И они не последние. В ближайшее время в республику со своей бизнес-миссией прибудут индийские предприниматели. Ответный визит в эту страну готовит и Чувашская сторона. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.